Сейчас будет мега полезная информация. Чек-лист, как подобрать шторы без дизайнера. Первое, что мы должны сделать, это померить размеры нашего помещения и оконного проема. Для начала нам нужно знать высоту потолка. Висота штор соответствует высоте потолка, плюс сантиметров 10 для того, чтобы штора и тюль лежали на полу. Это смотрится лучше и выгоднее. Второе, что нам нужно знать, это ширина карниза, либо ширина оконного проема. Если мы берем за основу ширину оконного проема, прибавляем по сантиметров 30 с каждой стороны, эту длину умножаем на коэффициент 2,5, и таким образом мы узнаем ширину нашей тюли, для того, чтобы была красивая волна и фалда. Второе, что мы должны сделать, это продумать четко дизайн оформления нашего окошка. Нам нужно понимать, будет у нас располагаться просто тюль, или мы задекорируем ее шторой. Штора будет с одной стороны или с двух сторон. Может быть, вместо тюля мы применим римскую штору или рулонную штору. Все это нужно четко-четко нам понимать. Третий пункт, это определиться с цветом штор. Мы должны понимать, шторы у нас будут акцентные, либо шторы у нас будут однотонные, в тон всех остальных стен. Как правило, такое решение увеличивает пространство. Если же мы хотим сделать акцент, значит мы выбираем какие-то яркие цвета, акцентные, которые будут перекликаться с другим декором нашей квартиры. И последний, самый важный пункт. Вы должны продумать заранее, какое крепление текстиля у вас будет. Будет ли это пристенный карниз, они могут быть разные, в металле, в пластике, в дереве. Либо это будет потолочный карниз, который крепится к потолку. В таком случае, при пристенном карнизе, штора будет крепиться либо на сисающие крючки, либо на кольца, которые прошиты непосредственно в самом текстиль. А если у вас потолочный карниз, тут у нас текстиль крепится на крючки, которые вставляются в ленту. Ленту нужно будет сшивать непосредственно в саму ткань. Все эти четыре пункта нужно знать, понимать, продумать и только после этого отправляться на поиски текстиля. Если для вас это было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!